Я буду проводить встречу о бизнесе, суть бизнеса, для того, чтобы понять, как вы меня слышите. Нужно ли мне регулировать звук? Скажите, ответьте в чате, как меня слышно. Нужно ли делать громче? Не понит ли вам? Отлично. Хорошо. Громче нужно что-то делать? Чуть-чуть хотя бы. Скажите, как слышно? Ирина хорошо слышит, прекрасно. Так, ну что? Хорошо, спасибо вам за ответы. Сегодня мы будем знакомиться с сутью бизнеса, для того, чтобы мне понять, какую информацию давать, на что сделать лучше акцент, что больше рассказать. Пожалуйста, заодно и еще раз проверим связь. Поставьте, пожалуйста, в чате. Те люди, которые в первый раз слышат о... на сегодняшней встрече в первый раз, поставьте, пожалуйста, единичку. Кто сегодня уже слышит и сегодня второй раз на встрече, поставьте, пожалуйста, двоечку, чтобы мне понять, какую информацию давать вам. Ну и, конечно же, чем больше вас познакомить, о каких аспектах именно этого бизнеса онлайн, о чем рассказать. Ну что, пока вы ставите единички или двоечки, кто первый раз единичку на такой встрече, кто второй раз двоечку. Ну что, рада вас приветствовать, Елена, первый раз на сегодняшней встрече. Вот, будем сегодня с вами общаться, буду стараться вам дать немножко больше информации. Слышно меня хорошо, поэтому расскажу уже здесь немножечко о себе. Меня зовут Елена Корзенок, индивидуальный предприниматель. На данный момент я нахожу секретном отрасли. И рассказывать я буду именно о проекте, который онлайн идет, территория роста. И почему именно об этом проекте не хочется с вами поговорить? Потому что, на самом деле, все мы абсолютно разные люди. У всех у нас какая-то своя история. Я расскажу, как я познакомилась именно с этим проектом. Потому что я обычная девушка из обычной семьи. Поступила в университет, закончила его. Работала и на государственном предприятии, и на частном предприятии. Поэтому у меня есть чем сравнить. И я вижу все преимущества именно этого проекта. Поскольку я сейчас нахожусь в декретном отпуске, и когда только я знакомилась с этим проектом, конечно же, для меня самый основной плюс – это то, что я могла много времени проводить в семье, много времени уделять своей дочке, которая сейчас два годика. Поэтому для меня это огромный плюс. Еще, конечно же, для меня плюс этого проекта, который я вижу, то, что я могу развиваться. Это развиваться именно в разных сферах. Причем здесь вы получаете развитие именно в тех сферах, где вы хотите. Которые вы, как вы считаете, может немножечко где-то хрымать. У кого-то может общение немножко, вы здесь уверенность приобретаете. Для меня это тоже было такое вот, как уверенность больше. Для кого-то это может умение говорить, для кого-то может более полное владение компьютером. Но в любом случае, огромный плюс, что вы в любом случае приобретаете новые навыки, которые даже в разных сферах они абсолютно пригождают. Так вот, почему именно интернет-проект? Почему? И, конечно же, в первую очередь, потому что рост именно идет в Беларуси, да и во любых странах числа интернет-пользуются. Всем мы пользуемся компьютером. Те, кто сейчас рядом с ним, те, кто слышит меня, вы сейчас рядом с каким-то, ну вот, гаджетом находитесь. И в любом случае, если даже говорить о росте именно числа интернет-пользователей, если не один компьютер в каждой семье есть, то хотя бы каких-то еще дополнительных гаджетов есть, которым вы можете иметь доступ в интернет. Иногда это мобильный телефон, иногда это планшет. Но в любом случае идет именно рост числа пользователей. И как очень большая мечта, огромная была у Белариса, который изобретал, по-моему, он первый компьютер, он мечтал, его огромная такая цель была, чтобы компьютер был в каждой семье. Поэтому сейчас эта мечта исполнилась, почти в каждой семье он есть. Если не компьютер, то какой-то гаджет или телефон или планшет имеется, потому что сейчас без него никак. Никак. А почему? Почему именно вот идет такая тенденция, росте числа пользователей? Потому что мы сейчас используем по-разному интернет. И почему по-разному? Потому что кто-то использует для того, чтобы просто вот как-то скрасить свой досуг, играет, да, кто-то для игр использует, кто-то развлекается. Допустим, вот среди мужчин популярна игра «Танки», для девушек, может, какие-то другие игры. Кто-то так тратит свое время. Кто-то использует для общения. Очень часто получается так, что если мы где-то теряем контакты, мы можем человека найти в социальных сетях. Если мы, допустим, кто-то далеко очень находится, в других странах, мы можем общаться с людьми очень просто. Видеть людей, узнавать новости о них. Сейчас век информации, и все абсолютно делятся этой информацией. И все готовы делиться, общаться, потому что мы используем вот такую передовую технологию, как интернет. И даже большинство компаний, фирм понимают перспективность этого направления. Если вы сейчас идете в банк, получать карточку, для вас обязательно, как обслуживание, идет интернет-банк. Если вы оплачиваете услуги через интернет, вы экономите свое время. В этом именно перспектива развития этой сети интернета. И это большой плюс. Большой плюс, потому что вы сейчас здесь. Вы сейчас здесь, сейчас, слушаете сегодня, потому что вы ищете новые возможности. Вы ищете новые перспективы. Вы видите перспективность этого направления. И перспективность, она прослеживается и в исследованиях, которые проводят именно маркетинговые фирмы, в том, что объем продаж именно интернет-магазинов, он растет. И на перспективу он, конечно же, будет расти. Многие сейчас производители переводят свою, допустим, систему обслуживания клиентов через интернет. И многие из наших сейчас уже понятия интернет для них не пугает, а это очень знакомо. Есть различное количество интернет-магазинов именно у нас в Беларуси, и они специализируются на различной тематике. Это и бытовая техника, это и продукты питания. И для вас, конечно же, еще раз проверяем, как говорится, обратную связь, кто еще остался возле экрана, кто не ушел, ответив тщательно вопрос, кто делал покупки хотя бы раз через интернет-магазин, кто хотя бы раз оформлял покупку через интернет. Не важно, как вы получали продукцию, по почте, либо вам присылали на дом, либо приезжали, но вы делали покупку через интернет. То есть это понятие для всех знакомых, и не один раз. И в этом идет перспектива. И нужно понимать, кто сейчас начнет развиваться в этом направлении, для вас будут, конечно же, открыты большие горизонты. Горизонты по поводу территориальности, горизонты по поводу развития вас как личности и так далее. И, конечно же, в этом перспектива. Поэтому мы сейчас говорим именно об интернет-магазине. И наш проект ставит перед собой определенные цели. И прежде чем поговорить об этих целях, я затрону вместе с вами такую вот теорию. Теория денежного квадрата. Автор ее Роберт Киасаси. Он написал очень много книг о финансовом образовании. Вы можете найти эти книги, как у нас в различных магазинах книжных. Вы можете найти эти книги в интернете. Одна из первых книг, которую я прочитала, это было «Богатый папа, бедный папа». Но в любом случае, если вас заинтересует, пожалуйста, вы можете почитать. Так вот, Роберт Киасаси говорит о такой теории денежного квадрата. Эта теория подразумевает то, что все люди по уровню дохода и по тому, как они зарабатывают деньги, делятся на 4 категории. Рабочий, те люди, которые имеют собственное дело, бизнесмен и инвестор. И у каждой категории есть определенные свои плюсы и есть свои минусы. Категория, которая находится слева, к этой категории относится, ну, примерно около 90% людей в населении. А категория, которая справа, бизнесмен и инвестор, это около 10% населения. Почему так распределяются доходы? Почему так распределяются люди? Ну что, наверное, все, наверное, такие ответы во плюсах и минусах этих категорий. И когда я буду рассказывать, вы, пожалуйста, проводите аналогии с собой, проводите аналогии со своими близкими. Посмотрите, действительно ли есть эти плюсы, видите ли вы их. Ну и, конечно же, отвечайте, реагируйте в чате. Как говорится, будьте ответными, давайте ответную реакцию. Так вот, первая категория, рабочие. Кто это? Это не значит, что вы, ну, вот в таком костюме, спецодежде и обязательно с ключом. Это те люди, которые работают по нами. Это те люди, которые работают, у которых есть начальник. Если вы можете сказать, что у вас есть начальник, который вам может сказать, в такое-то время нужно прийти на работу, в такое время уйти, такой-то у тебя будет оклад и такой-то у тебя будет отпуск, и больничный будет выплачиваться по такому-то графику, и в таком-то количестве ты можешь подчистить себя к категории рабочих. А в чем здесь минусы, в чем здесь плюсы? Я здесь буду говорить не по теории, я здесь буду говорить уже больше по тому, как я вижу у своих знакомых, которые именно к этой категории относятся. И на своем опыте какие плюсы я ощутила. Ну, в первую очередь плюс это то, что у вас есть как таковой оклад, который вы можете видеть. В любое время, когда, вот, неважно, заболели, не заболели, у вас всегда будет идти определенная заработная плата. Какие еще плюсы? Это у вас всегда будет в расписании отпуск. У вас обязательно, у вас, ну, как бы вы работаете одновременно по контракту, то есть вы как-то защищены. Но в любом случае, но, есть но, у любого плюса, с другой стороны есть определенные такие вот подводные камни. Так вот, подводные камни какие? Если у вас есть отпуск, и вы знаете, что вам он по закону положен, то не всегда вы можете этот отпуск взять в то время, когда вам хочется. Не всегда вы можете отдохнуть вместе со своей семьей в одно и то же время. Так получается, что у меня мои знакомые, некоторые даже берут по две недели отпуска. То есть две недели отгуливают, потом остальные две недели, потому что никто вместо них не может выполнить работу, и их просто не отпускают на долгий период в отпуск. Еще есть такие, наверное, минусы. Обычно эти минусы, даже если вы руководящая должность, это всегда большая ответственность. Это несмотря на то, что большая заработная плата вы имеете, но в любом случае, подумайте, даже если у вас есть должность, всегда найдется человек, который захочет на вашу должность. И всегда найдут те люди, которые захотят быть вместо вас. И это всегда нервы, это всегда стрессы. Очень многие люди, которые в моем окружении, либо в окружении моих знакомых занимают должность, получают хорошую зарплату, у них просто нет времени на свою семью, нет времени на то, чтобы даже потратить. И так получается, что знакомые банковские работники приходят, отмечают Новый год в полдвенадцатого вечера, потому что год нужно закрывать отчетность. То есть вот такие минусы, вот такие плюсы. Кто еще можно относиться к категории рабочих? Ну, такие простые примеры. Это парикмахер, это строитель, это врач, все тот же самый, но у которого есть начальники. Это учитель, то есть все люди, у которых есть начальник. Это все тот же самый директор какого-то магазина, но если у него есть начальник, он все равно относится к категории рабочих. Даже если вы работаете по контракту, есть много различных способов, рассказывали, как эти контракты случаев заканчивались, и когда люди просто оказывались, ну вот, вроде бы как кажется стабильность, но это стабильность в кавычках. Но если говорить даже о зарплате, вот и средненно, видите, у меня экономическое образование, для меня это вот такое, как понятие цифр, для меня всегда это было важно. И если говорить о цифрах, то средняя зарплата по Витебскому региону, то где-то, ну, кстати, даже не за смешно, до 3,5-4 до 4 миллионов. Но если у вас есть какие-то выше цифры, то называйте, я говорю о среднем, конечно, есть в окружении, кто и 7, и 8, и 10 зарабатывает, но есть кто и 1,5, и 2, то есть я даже такие цифры слышу, и я понимаю, что люди для того, чтобы даже собрать ребенка в школу, необходимо просто брать кредит, ну, до смешного доходят. То есть сейчас, на данный момент ситуация такая в стране. И нужно понимать, с кого она зависит. В первую очередь нужно быть хозяем своей, выковать свою часть самим. Поэтому многие из всех вот окружения, кто понимает, что нужно самим все делать, и большинство людей задумываются о своем деле. Задумываются о том, чтобы быть самим хозяином вот той ситуации, которая есть. Кто-то понимает, что вот да, я хороший специалист, я владею этой ситуацией, я хороший учитель. Ну, значит, тогда кто-то занимается репетиторами, кто-то, у кого-то мечтает, например, открыть собственную школу, либо свой собственный класс, кто-то хороший там логопед, кто-то психолог, кто-то, например, строитель, он решает работать сам на себя, кто-то, стоматолог, решает открыть собственный кабинет, и так далее. Вы профессионалы своего дела, и все равно у вас есть потолок, и вы решаете открывать собственный дел. Кто об этом думал, кто считает, что он достойный большей зарплаты? Просто поставьте пятерочку, ответьте в чате. Кто думал о собственном деле хотя бы раз? Ну, даже если вас это остановило, но кто об этом думал? Поставьте пятерку. Вот, так вот, если говорить о следующей категории, собственное дело. Почему кто-то думает, но почему-то не переходит в эту категорию? Очень часто получается, что много упирается в финансы, в денежный эквивалент, потому что, понимая, для того, чтобы, если я хороший стоматолог, чтобы открыть свой кабинет, необходимо денежное вложение, чтобы его сделать, необходимо усилить. И не факт, что это оправдает, потому что это риск, это огромный риск, не только финансовый. Ну, и кроме этого, мы не можем временной фактор указывать о том, что как сейчас ситуация будет в стране. Поэтому очень многие, мы боимся рисковать, именно финансово рисковать. Потому что есть такая статистика, еще раз о цифрах, 90% тех людей, которые начинают свое дело, они просто пролетают в ноль. Они не то, что, ну, вот они иногда даже в минус пролетают. И только 10, иногда 7% всех людей, которые начали дело, свое через 5 лет оправдывают вот все свои ожидания. И причем не всегда это отличное здоровье. Но есть свои плюсы, свои плюсы этого риска. То, что вы сами решаете, когда вам работать. Вы сами решаете, когда проводить вам время со своей семьей. Вы сами, как профессионал, вы получаете деньги со своего службы. Если вы врач, то вы получаете профессионально, конечно же, целоплатно. Если вы строитель, то вы, значит, работаете сами на себя. Именно от вас зависит, какой у вас будет доход. Если вы чуть-чуть больше поработали, то вам и заплатят больше. И, конечно же, здесь больше доход, здесь больше денег, здесь больше вознаграждений. Но и больше рисков. И поэтому иногда так получается, что вот эти риски нас останавливают, переходя в эту категорию. Те люди, которые решают, что, ну, увы, да, тот доход, который я имею, когда открыл свое дело, он не позволяет мне жить свободно, решают развиваться дальше. Дальше. Именно те, кто открывают сеть магазинов, сеть услуг своих развивают, переходят в категорию бизнесменов. Кто это люди? Это те люди, которые владеют сетью магазинов. К примеру, ну, Евроок, Пятый элемент и так далее. Это сеть заправок, это сеть стоматологии, сеть косметических магазинов. В любом случае сеть. У любого магазина всегда вы понимаете, что есть управляющий, есть директор. И тот, кто владеет сетью магазинов, может экономить свое время, так как может делегировать, перепоручать все какие-то управленческие дела своим директорам. Это те люди, которые свободно распоряжаются своим временем, могут отдыхать в то время, когда они хотят. И, конечно же, от них уже зависит меньше. Их задача была организовать. Но это большее вложение, это большее финансовое число, это большее риско. И очень мало, это всего лишь, ну, 3-4% переходят в эту категорию, поскольку не все имеют такие вот финансовые обеспечения. И следующая категория, четвертая, это инвесторы. Это те люди, у которых деньги работают на них. Это, например, те люди, которые вложили деньги в банк и получают процент. Те люди, которые купили квартиры и сдают их в аренду и получают процент от этого. И так далее. Это те люди, которые заставили деньги работать на них. И цель нашего проекта, чтобы вы перешли из категории рабочих или собственных дел, чтобы вы были в категории бизнесмен и инвестор. Представьте себя в этой категории и что у вас будет. И кого мы выбрали для себя партнером. Что именно, какие преимущества дают. Наш проект территория роста. И он именно подразумевает собой работу в интернете. Это именно интернет проект. Какие плюсы у него? Какие здесь вы можете видеть перспективы? Но в первую очередь, огромный плюс, это доход из стана. Любая карточка, которую вы видите, любым банком, вы можете абсолютно легально получать зарплату. У вас идет старшка с пакетом. То есть вы работаете легально. Доход из стана. Нет зависимости от начальника. У меня бывают такие ситуации, когда для меня выходной день. Я боялась звонка мобильного телефона, потому что у меня это могли, поскольку был день ненормированный, у меня на государственном предприятии была работа связана с продажами. Это могло в любое время выйти на работу. Вечера я абсолютно не могла планировать, потому что ненормированный рабочий график – это обязательная постройка предприятий. И в большинстве случаев у многих, я спрашиваю, так и есть, это ненормированный рабочий график. Но самое главное, вы зависите от начальника. Вы зависите от того, что вам диктует по плану. И в большинстве случаев это огромный минус, почему многих сейчас работают. В чем здесь плюс? Вы будете уверены, вас не могут уволить, сократить или наказать. У вас не будет контракта, который в любой момент может закончиться, и вы не будете встретиться перед тем, как наступит следующий срок перезаключения. Вы сами будете хозяином данной ситуации. Нет финансовых лиц. А это огромный плюс. Нет, их нет. Вы просто не рискуете деньгами. Все ваши деньги остаются в вашем кошельке. Вы только рискуете своим временем. Вы влаживаете единственную рисунку, что это свое время. Личность на развитие. У меня очень много появилось, огромное количество знакомых, огромное количество навыков, общения с людьми, работы в интернете, создания различных интернет-платформах. И развитие для себя принято. То есть навыки, креативные навыки. Корпоративное мероприятие, разве отличное. Путешествие, признание и награждение. Причем признание абсолютно за все услуги, даже за маленькие. Вас благодарят, и все это поощряется. Благотворительность. Автоматически участвую в нашем проекте, вы участвуете в благотворительности. Конечно же, многие приобретают очень многие знакомства. Но вы, друзья, поскольку одинаково мыслим, одинаково в направлении, то, конечно же, мы очень становимся дружны. И так получается, что мы вместе не праздываем день рождения. Иногда гуляем вместе в свадьбе, крестим детей. То есть абсолютно такие вот знакомства, которые идут, мы в одном направлении, конечно же, развиваемся. Помощь близким людям. Вы можете исполнять желания и мечты ваших знакомых, близких. Конечно же, это огромный плюс для мам, возможность передачи бизнеса по наследству. Подумайте о своих детях. Многие вот за рубежом, и сейчас вы, кто создает свое дело, могут передать это дело своим детям. Если мы работаем по найму, мы не можем свою должность, свой доход передать. Не всегда мы можем быть в этом уверены. Здесь вы можете быть уверены. То, что вы сейчас создаете, вы можете в том же, как вы создали, передавать своим детям. И им не нужно будет потом корпеть и стараться приобретать свой доход. Вы можете им дать хорошую базу, хорошую основу. Ну и, конечно же, огромный плюс, вы можете иметь свободное время, свободу во всех направлениях, проводить время с детьми, с детьми и так далее. Но самое главное, кто наш партнер? Это компания Reslame. Компания Reslame – это шведский бренд, который мы выбрали для себя партнера. Почему? Почему здесь именно компания Reslame? Скажу, что у каждого из нас есть своя картинка компании Reslame. Но я же скажу свое видение. Кто компания Reslame для меня? Кто она на самом деле? Потому что у меня, когда я пришла в проект, у меня была картинка, что компания Reslame – это каталог, который я должна, если я подписываю контракт с компанией, показывать кому-то из своих близких. То есть я представляла картинку, что компания Reslame такая. Но на самом деле, в чем секрет? Какая компания на самом деле? Так вот, компания Reslame в первую очередь – это шведский бренд. Шведский бренд. Что для вас, Швеция, задумайтесь, что для вас именно эта чистая европейская страна? Какой она этику несет? И если задумайтесь, у вас всегда придет на этичность, всегда придет на безопасность. И это шведская компания, шведский бренд, который уже почти 50 лет на рынке. А это говорит о стабильности, о том, что пережиты европейские кризисы и не только. Это компания, которая стабильно растет, стабильно увеличивает свой годовой доход. И компания, которая не только работает в одной, двух, трех странах, а которая международная. Поскольку мы работаем через интернет, вы можете развиваться в различных странах. Более 62 стран, и вы можете развиваться и в этих странах тоже. Что говорит развитие компании? Во-первых, годовой оборот более 1 миллиарда евро. То есть это огромный гигант. Когда я себя провожу аналогию, когда я закончила университет, где мне хотелось работать? Мне хотелось работать в хорошей, стабильной фирме. Я выбирала всегда, мне мечтала о том, чтобы это был огромный гигант, у которого был бы опыт, у которого я могла научиться, имела перспективу развития. Точно так же здесь вы примеряете и рассматриваете именно с этого ракурса. Вопрос, как вы будете использовать свой ресурс, свой потенциал, который у вас есть. Компания дает огромный вклад в ваше развитие, и она развивается сама. Ассортимент компании широчайше, более 1000 единиц продукции. Более 5 собственных заводов, и, конечно же, арендуется производственная линия. Представлена биржа Лондона и Стокгольма. И плюс, конечно же, я говорила о благотворительности. Компания Реслендс и учредители Международного детского фонда. Под паттернажем начиналась королева шведской Сильвии, создавался фонд Чайдхоз. То есть, кроме того, что компания задумывалась о бытичности, экологии, прибыли, но она еще задумывается о благотворительности. Очень много ресурсов компания вкладывает именно в это направление. И если говорить о компании дальше, что хочется сказать именно про страну нашу, Беларусь. Если говорить, о какого партнера мы для себя выбираем. По итогам 2015 года, 2016 еще идет, поэтому по итогам самого ближайшего года, компания Реслендс – это лидер номер один среди косметических компаний предоставил нашу. То есть, первое, что мы думаем о том, какой продукт купить, мы выбираем компанию Реслендс. Мы здесь на картинке Екатерина Мамедова за премию «Выбор года 2015». И, конечно же, у каждого из нас есть любимая, кто пользуется уже продукцией, кто не первый раз на эту встречу, кто уже что-то знаком с компанией Реслендс. И почему именно такой результат? Почему номер один? Потому что высокое качество. Компания много уделяет именно качеству. О том говорят награды, которые получают. Это вот здесь вы видите и Сифи – это парфюмерная награда, и журнал «Алюр» отмечает. И очень много патентов на продукты, то есть уникальных продуктов, которые вы не найдете аналогов. И, конечно же, кроме того, что это огромное количество наград, известные люди сотрудничают с нами. Их много. Это и звезды, которые рекомендуют нашу продукцию, которые пользуются, об этом говорят. Но больше всего мы гордимся сотрудничеством с королевской семьей. Сотрудничеством с королевскими особами – те люди, которые сами выбирают какую торговую марку рекламировать. Те люди, которые ни за какие деньги, как говорится, невозможно купить. Эти люди сами выбирают тот бренд, который они прорекламируют. И прям, ну вот, как мы до этого и говорили о сотрудничестве с королевой шведской Тильвии, вот здесь вот в углу вы видите аромат «Тендерли Промис». Он был в сотрудничестве с принцессой Швецией Мадленциусом, где вы можете, покупая этот аромат, просто участвовать в благотворительстве. Поэтому вот это вот такие важные моменты, о которых хочется сказать про компанию «Реслей». Еще мне, раз затронули ароматы, конечно же, хочется говорить о создателях, о создателях наших продуктов. Если косметическая продукция, она разрабатывается учеными специальными, более 40 ученых, к примеру, идет на разработку продукции белой косметики. Причем научно-исследовательский центр компании «Реслей» находится в Дублине, в Ирландии. Это самые высокие стандарты по производству, это самые высокие стандарты качества, которые и компания заведомо размещает завод в Дублине. Не завод, а исследовательский центр в Дублине, она уже проходит вот эти высочайшие стандарты качества. Если говорить о парфюме, и создатели наших ароматов, это именитые, знаменитые люди в мире парфюмерии, которые создают наравне с ароматами нашими, компанией «Реслей» – это известные, ну, как бы, торговые марки. Это и «Шанели», это «Анина Ричи» и так далее. Причем, если говорить о создателях, парфюмерах, а это творческие люди, как художники и так далее, они в свой парфюм влашивают такие же силы, и они не могут, как любое другое, они не могут, это их имя, это их имя, которое они подтверждают. И вот это те люди, которые создают нашу продукцию. Если говорить о косметической парфюмерии, есть у нас продукция, которая именно для здоровья. Очень сейчас в Европе и у нас сейчас набирает обороты это движение вэлла, это здоровье изнутри, это хорошее самочувствие, это хорошее отношение к жизни, это когда мы улыбаемся, это когда мы хорошо себя чувствуем. И многие люди понимают, что сейчас наивно полагают, что просто придя в магазин, купив продукты, мы обеспечим себя всем здоровым питанием на целый день, либо в течение года мы сможем себя обеспечивать. Потому что большинство производителей очень заинтересованы в прибыли, а поскольку они это заинтересованы, то и увеличивают сроки годности, тем самым хромает качество. Поэтому сейчас очень-очень приходит понятие, что необходимо дополнять свой рацион витамины, необходимо дополнять свой рацион дополнительными продуктами, которые будут поддерживать наш организм изнутри. Это та продукция, которая продается через аптечную сеть, которая, несмотря на наше строгое белорусское законодательство, она сертифицирована, и плюс к этому вы можете приобрести и имеет самые высочайшие стандарты качества. Моя семья точно так же приобретает эти продукты. Одним из моих любимых продуктов, которые я просто, я не знаю, восхищаюсь, это, наверное, детские витаминки. Потому что стоит мне показать моей дочке как витаминки, как сразу кричится, а я, я, да, да, ну как бы, это вообще что-то какой-то безумный восторг вызывает. Поэтому отлично, когда мы приходим с сознанием, что можно заботиться о своем здоровье сейчас, не потом, когда что-то заболит, а именно сейчас. Я говорила, что эта продукция имеет самые высочайшие стандарты качества, включая один из высоких фармацевтических стандартов GMT. К примеру, рыбий жир проходит два раза в год аккредитацию в чистота именно рыбьего жира в немецкой лаборатории, которая специально специализируется на допинге. То есть она самые высокие стандарты, которые есть вот эта продукция, то есть компания ввела. Ну и кроме этого, вы на картинке можете видеть другие стандарты. Еще гордимся то, что мы получили премию здорового питания, это которая независимое исследование МИРАМ проходила, ну, Российская Академия Наук Исследования. И вот здесь вот ведущие контрольные закупки вместе с представителем компании вот такой премии вот мы получили. Причем на российском рынке огромнейшее количество витаминов и минералов, поэтому это еще больше плюс. Еще мне нравится то, что это только натуральные ингредиенты, только натуральные. То есть это не из никаких искусственных красителей, ароматизаторов. И компания заботится о нашем внешнем виде, не только снаружи, дает нам красоту, парфюм, косметику, но и изнутри она поддерживает наше здоровье. Еще один такие факты о компании Reflame, которые вот оспорить невозможно, что лидеры компании, сотрудники компании обогнули 7 разный шаг. Все это за счет компании, за те услуги, достижения, которые они дадили компании. Причем здесь скажу, что если говорить об обычных тех людях, которые работают по найму, ну вот в моем окружении, очень редко, когда кто-то вас чем-то поощрит, там даже премии, не говоря уже о том, что вы съедете куда-то отдохнуть за счет компании и в какую-то, я не знаю, страну. Первая страна, которая в Бердежон, действительно, побывала, которая меня сочтила, я все время рассказываю, это была Франция. Мне очень мечталось побывать в Париже, поэтому меня этот город вдохновил, и вдохновили его каналы, вдохновила Хомон Мантер, который очень такой красивый, и на высоте на холме находится, очень красиво смотреть именно ночной Париж, который там есть. И очень интересно смотреть именно на города, не на картинках, а когда ты это чувствуешь там, когда ты прочувствуешь именно те города, которые есть. Ну, еще как вам рассказать, чтобы подумайте, где вы хотите побывать. Я вам сейчас рисую картинку, но подумайте, где вы, вы с вашей семьей хотите быть, где вы хотите отдохнуть. И вы можете себе это позволить, здесь компания Алифлэм дает вам возможность, эти возможности отдыхать, отдыхать и увидеть новый мир. Меня очень впечатлил такой город, как Амстердам. Одновременно он такой, как это, свободолюбивый, и многие о нем много чего слышат, но он мне понравился именно своими каналами. Очень много каналов. Если кто-то мечтает побывать в Венеции, то это вторая Венеция в Европе, где вы можете заказать себе прогулку на катере, отправиться отдыхать и одновременно познакомиться и посмотреть на те вот плывущие дома по вот этим каналам, плывущие рестораны и так далее. И это настолько вдохновляет и впечатляет, и я вам этого желаю. Я вам желаю, чтобы вы видели мир своей семьи, используете эти возможности, это классно. Вот, немножко вас подразнило, простите меня за это, но захотелось бы вам поделиться такими впечатлениями. Так вот, мы партнера выбрать. Я вам рассказала, что это за партнер, но как вы себя можете здесь реализовать? Как вы можете себя реализовать? Какой свой потенциал? Именно потенциал вы здесь, как владелец собственного бизнеса, владелец своего интернет-магазина. И как любой владелец, вы имеете свои выгоды. Причем выгоды здесь вы не являетесь продавцом продукции по каталогам. Вы не бегаете с каталогом, либо, как мне говорят, вы не являетесь распространителем. Забудьте про это. Здесь эта схема не действует, если вы развиваете интернет-магазин. А здесь самый большой акцент именно на другом. Конечно же, вы, как владелец интернет-магазина, будете иметь скидку напрямую от производителя 20%. На базе основного сайта Reflame.com у вас будет вы создана интернет-платформа. Она абсолютно чистая. Компания для вас создала абсолютно все условия. Ваша задача его будет наполнять покупателям. У вас будет идти процент от товарооборота. Каждого покупателя, любой человек, который разместил, благодаря вашей рекомендации, в интернет-магазине компании Reflame покупку, у вас будет идти процент от любого заказа. Вы, конечно же, каждый, еще, конечно же, какие плюсы у вас еще есть. Нужно понимать, что суть любого бизнеса это создание товарооборота. Даже если вы даете услугу, либо вы стоматолог, либо врач, у любого врача, когда вы приходите, есть листочек, где написаны больные. И у него есть, как говорится, определенные планы. Поэтому, если говорить о стоматологе, у него будет, если вы открываете частный кабинет, зарплата или доход, когда он нет клиентов. Если говорить об учителе, репетиторском, который занимает, точно так же. Если говорить о любом магазине, если сюда не ходят клиенты, то нет товарооборота. Любой бизнес, да, это создание товарооборота. Чем больше товарооборота, тем больше прибыли. Это вот такая суть, суть любого бизнеса. И есть два способа у нас создания товарооборота. Ну, самый простой, самый легкий, ну, это личные рекомендации. Когда вы рекомендуете, как говорится, взяли каталог, это быстрые деньги, показали своим знакомым, это легко, здесь не нужно никаких навыков, каталог сам за себя продает. Вот, я скажу, что первыми продуктами, которые попользовалась, была туалетная водичка Львии. Я ее так любила, что, мне кажется, я, ну, вот, надушусь, я выхожу, и сразу запах, я сама слышала, слышали мое окружение. Мне, причем, я понимала, что это очень легко получалось. Мое окружение, когда слышала ароматы, они интересовались, таким образом приобретали тоже. То есть это было легко, престижно, потому что вы шведские бренды рисуете, но здесь доход небольшой. И здесь, если не работаешь, не зарабатываешь. Если вы заболели, если у вас что-то случилось, невозможно показать, если отдыхать, здесь вы не зарабатываете. И поэтому самые огромные деньги, самые большие обороты приносят именно создание товарооборота в интернет-магазине благодаря новому партнеру. Если помните, одна из целей нашего проекта – это переход в категорию бизнесмен. Когда у вас есть партнеры, то есть другие люди точно так же развиваются. Ваша сдача, чтобы вы научили людей и найти новых партнеров. Здесь вы сами не продаете, вы не бегаете в каталог. Ваша сдача – организаторство. И какой именно функционал здесь? Ну вот такой небольшой функционал здесь указан. Это оформление заявок онлайн, скайп-встречи, работа в социальных сетях, введение информационных рассылок, обучение онлайн. Ничего сложного. К примеру, последнее вы сейчас уже выполняете. Здесь очень легко можно обучиться. У вас всегда будет человек, который вам помогает. Всегда человек есть, который вас пригласит, который будет вам отвечать на вопросы. Очень легкий функционал. Во всему этому можно научиться. И здесь ваша сдача – просто слушать то, что вам говорят, обучаться, делать. Поскольку большинство из нас нет навыков продвижения интернет-магазинов. Но всегда мы учимся чему-то новому. И здесь, поскольку вы приглашаете людей точно так же оформлять покупки в интернет-магазине, вы точно так же и они будут иметь скидку 20% на прямой производстве, приобретая продукты. То есть здесь нету, что вы предлагаете по каким-то другим ценам. Все покупают по одной и той же цене. Ваша сдача просто, точно так же, как и самим, вы сами меняете привычный ваш магазин на этот магазин. И ваши знакомые точно так же меняют привычный им магазин на интернет-магазин. В любое удобное время они делают покупку. Это не идет как импульсивное, как иногда. И все точно так же, та же тема. Чем больше товароборот, тем более прибыльным ваш становится магазин. И если говорить дальше, то как это работает? Ну вот кто-то живет, например, имеет свой дом. Кто-то живет в таком многоэтажке, как здесь на картинке представлено. И если говорить усредненно, я еще раз говорю о цифрах, то усредненно каждая семья в Белоруссии, ну вот если говорить, даже о Витебске, тратит на косметику, либо стресс-лазь измене, в среднем около 300 рублей белорусских рублей. Если вы сейчас немножко абстрагируете и представите, что у вас появилось сидение открыть косметический магазин в одном из таких домов, обычная девятиэтажка, шесть подъездов, ну, 180 квартир. Вы, ну, на первом подъезде открыли свой магазин. Все замечательно. Расставили по полочкам. У вас появилась идея. А сделаю я так, что возьму дискомптную карту и пройдусь по каждой квартире и скажу, вот так и так. Вот здесь вы можете спуститься и приобрести уже со скидкой. Но будьте моим постоянным, лояльным покупателем в этом магазине, и вы потратите минимум времени. Конечно же, каждый человек, который получил вот такой вот, как бы, плюсик для себя, зачем ему тратить время, он спустится, буквально здесь в двух шагах приобретет себе продукты, которые ему необходимы, с присадочной стеной и так далее, у себя поблизости, и плюс получит для этого дополнительные выгоды. Я думаю, каждая семья у вас придет и купит. Если вы эту же схему приобретете и предложите другим, я соглашусь, что точно так же и другие к вам придут в магазин. Если даже вот на примере здесь одного дома, 180 квартир, и в среднем по 300 тысяч у вас, ну, как семья тратит, то это 54 миллиона в месяц вам принесет товарооборот этот магазин. 54 миллиона. Скажите, достаточная сумма, и, конечно же, вы понимаете, что у вас будет еще плюс к этому доход. Если вы расширите сеть не на 180 квартир, а больше, то у вас будет и больше доход. Вот так вот действует схема. Вот так вот идет. Вы просто предлагаете себе, своим знакомым, другим людям менять место покупок, привычное им, на то, которое будет для них, во-первых, удобно, поскольку это интернет-магазин, в любое удобное время, выбирать способ оплаты, который им удобен, выбирать возможность, поскольку оплату сейчас любую можно через интернет сделать, главное, чтобы вы имели навыки этого оплаты. Так вот, если рассматривать дальше, для вас открывается какая перспектива, если проводить аналогию именно с интернет-магазином компании Reflate. Здесь вы ищете не тех людей, которые будут просто покупать, а тех, кто будет партнером ваших, где будет вас повторять. И если говорить именно о повторении, которые будут в людях, которые заинтересованы, в организаторских действиях, которые заинтересованы не просто купить и забыть, а которые заинтересованы зарабатывать деньги и использовать эту возможность. Но вот здесь, например, 31 человек усредненный, вы, ваша семья, ваши близкие, ваше близкое окружение, ну, здесь, для примера, 100 условных единиц, потратить 3100 условных единиц, сделает топорооборот. Ваш доход при этом 200 условных единиц, и вы становитесь менеджером. Конечно, может быть, это не 5, может, это у вас 6 человек, может быть, это другая семья, но все равно, одна суть, 31 человек поступит. Как это распределиться? На ваше усмотрение. Но самое важное, что здесь так работает тема. Вы заинтересованы в партнерах. И вот именно когда вы сформируете партнеров, и они точно так же становятся менеджером, вы становитесь директором. Какие преимущества именно у директора? Ну, в первую очередь, конечно же, это денежное. Денежное вознаграждение намного выше. И еще раз повторюсь, социальный доход, премии, 1000 долларов, которые вручаются на банкет директоров, участие в различных программах, бонусах. Причем банкет директоров раз в год в самых лучших местах проходит, и за счет компании. Ваша задача – одеть красивое платье и ехать на банкет директоров. Если ваши люди развиваются, партнеры обучаются, вы вложите в них время и становятся директорами, вы растете дальше по карьерной лестнице. Вы развиваетесь дальше. И, конечно же, у вас растет доход. Различные люди становятся директорами. Вне зависимости от возраста, вне зависимости от образования. Самое важное – это ваше желание. Причем здесь, вот видите, в премии, здесь я скажу, что есть и учителя, есть и юристы, есть и те, кто уже на пенсии, есть и те мамы, которые в ожидании, в положении на фото. И мы, если вы сейчас перед экраном, кто сидит, мы тоже разные. Мы кто-то более эмоциональны, кто-то моложе, кто-то старше. Но у вас есть свой опыт, свои знания. Именно вот ваш потенциал развивайте, складывайте в него. И найдите сильные стороны здесь для себя, и развивайтесь в этом направлении. У каждого из вас получится. Главное – ваше желание. Мы в самой лучшей команде. Мы в команде номер один Витебска, Витебская региона. Всегда мы выбираем не только фирму, с которой мы хотим сотрудничать, но и тех людей, у которых хотим учиться. Елена и Винит топ на наш тем в Республике Беларусь. Мы у них учимся, мы у них перенимаем их опыт, а это наши наставники в этом деле, в этом бизнесе. И поскольку сейчас у каждого из вас своя ситуация, каждый из вас принимает решение, кто сегодня первый раз на встрече для вас, вы, может, на какие-то вопросы получили ответы. И вы где-то, может, сомневаетесь. Поэтому у каждого из нас всегда мы можем себя уговорить на то, что на все, что угодно. У всех у нас есть причины, почему действует и почему не действует. И кто-то себя отговаривает, потому что он молод, кто-то, может, занят, кто-то, может, старт. Никогда не бывает слишком поздно. Никогда. Всегда вовремя, всегда сейчас, всегда именно в этот момент, именно сейчас, когда вы принимаете решение действовать. Именно тогда, когда вы решаете, что вот сейчас я буду действовать. И если вы решили для себя, ну, вот сомневаетесь, то попробуйте. И у вас хотя бы есть два варианта, получится или не получится. Если вы даже ни одного шага не сделаете, то вы в любом случае, у вас есть только один вариант. Не получится. Поэтому вам решать. Если вы все-таки решили действовать, то в первую очередь закрывайте двери для сомнений. Закрывайте. Доверьте тому человеку, который вас пригласил. Не сомневайтесь. Только действуйте, 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 действуйте. И тот человек, который вас пригласил, всегда будет вашей поддержкой. Всегда стучите во все двери. Если у вас возникают вопросы. Не бывает глупых вопросов. Бывают все заданные. И я желаю обязательно обратитесь. И плюс еще к этому желаю вам, чтобы вы здесь себя реализовали. Реализовали именно то, что вы себе какую цель поставите. Именно тот потенциал в себе родили, который вы в себе видите. И получали тот доход, который вы для себя, вы считаете достойным. И работаете в этом направлении. У нас отличная команда. Мы друг друга поддерживаем. Отличная система обучения. И, конечно же, мы друг у друга учимся. Не зря каждый раз вы можете слышать встречи абсолютно разных людей. Абсолютно разных. И вы можете у каждого чему-то своему переняться. Я вас благодарю за то, что вы отвечали в чате. За то, что вы где-то писали. За то, что вы были активными. За то, что вы внимательно слушали. Спасибо вам за обратную связь. Я надеюсь, что я вам была полезна. Что я ответила вам на вопросы. И вам было приятно со мной общаться. Вот. Вам большое спасибо за то, что вы, конечно же, сейчас уже более внимательно слушаете. Вот. И вам желаю успехов новых партнеров, развития и, конечно же, карьерного роста в компании Рецэм. Спасибо вам за внимание. Спасибо вам за внимание.